Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» Московской области. Здравствуйте, Ирина Анатольевна! Здравствуйте, Мария! Очень рада вас видеть в нашей студии. Давайте сегодня поговорим о мошенничестве. К сожалению, этих фактов не становится меньше. К сожалению, Мария, сколько лет мы с вами уже говорим об одном и том же фактически. И сегодня мы с вами поговорим о том, что мошеннические схемы, о чем я говорила уже многократно, у нас возвращаются. И вот в этом году у нас вернулись в связи с пандемией, в связи с нашими карантинными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, у нас вернулись те схемы, которые действовали 10 лет назад. Схемы простые, примитивные. Есть схемы какие-то определенные летние, мы их так называем в юридической среде. Вот мы сегодня с вами о них поговорим. Что такое сезонные летние схемы мошенничества? Расскажите подробнее. И, конечно, бы хотелось сегодня прям конкретных примеров и побольше, чтобы нашим телезрителям все стало предельно ясно и понятно. Ну, летние схемы – это такое название, внутреннее название специфическое, мы их называем летние схемы. Летние схемы, они связаны с какими-то сезонными, так скажем, мероприятиями, с какими-то сезонными работами. Мошенники, мы же с вами уже обсуждали эту тему, я иногда немножечко как бы восхищаюсь ими тем, что они очень быстро подхватывают все возможные тенденции. Мы с вами, кстати, сегодня об этом поговорим, насколько быстро они подхватывают эти тенденции. А летние схемы они связаны? Ну, в частности, с тем, что люди, поговорим о работе, да, люди у нас летом ищут подработку. Ищут подработку молодые люди, ищут подработку студенты, и мошенники, соответственно, этим пользуются. А в связи с тем, что у нас еще пандемия продолжается, да, у нас есть определенные ограничительные меры, и многие люди работают дистанционно, мошенники, естественно, этот тренд используют себе во благо, а нам во вред. Что они делают? Они размещают объявления, они как бы объявления такие качественные, да, и сайты определенных организаций тоже качественные. Предлагают работу именно студентам без опыта, без навыков, предлагают приличную заработную плату, да, то есть молодые люди, естественно, хотят подработать у нас в летний период. Вот, ничего особенного не нужно, ничего особенного не нужно от человека, кроме того, что человек должен открыть счет в банке, да, подключить дистанционное обслуживание этого счета, передать какие-то определенные свои данные, как он считает работодателю-нанимателю, и этого бывает достаточно для мошенников. К сожалению, ситуация складывается так, да, что человек не сразу понимает, что он находится у мошенников на крючке, они его держат несколько дней, и за это время они успевают его вот этими данными, которые он уже передал, да, воспользоваться. Если это ушла копия паспорта, то на эту копию паспорта может быть уже взят кредит в любой микрофинансовой организации под огромные проценты. Если это ушли данные с банковской карточки, да, там открыли счет, подключили дистанционное обслуживание, данные банковской карточки передали, о чем я всегда говорю, делать этого не нужно, но люди, тем не менее, это делают. К тому времени, да, когда человек уже понимает, что на том конце провода находятся мошенники, у него пустые банковские карточки, и на нем, к сожалению, висят кредиты. И, к сожалению, эта история не единична. Вот почему я говорю о ней в первую очередь, да, это у нас именно сезонное мошенничество. Я вот прошу обратить внимание нашу молодежь, наших студентов, которые хотят подработать. Нельзя свои данные никому передавать. И вы знаете, что я ругаюсь, даже, да, когда сохраняют свои данные в телефоне, фотографируют паспорт, фотографируют банковскую карточку, нельзя этого делать. Потому что мы с вами уже обсуждали, что любой телефон, что с ним можно сделать, Мария? Его можно потерять. Его можно потерять, и его можно вскрыть, да, несмотря на то, что нам производители обещают, что те же самые айфоны у нас невскрываемые. Вскрываемые и очень быстро, в течение часа. Ну, вот такие вот дела. Если говорить о недвижимости, то какие могут быть вот с этой сферой связаны факты мошенничества? И что фиксируете вы в своей работе? С чем сталкиваетесь? Фиксируем, Мария. Причем фиксируем такие неожиданные вещи. Вот не поверите. У нас крайний случай был вот прямо вот в нашем округе. Сейчас у нас многие сдают недвижимость в аренду. И у нас как бы, ну, устоявшаяся такая практика, да. В основном, конечно, люди пытаются эти взаимоотношения никак не афишировать. Ну, привыкли мы так. Мы не афишируем эти отношения. Хорошо, когда заключаются договоры. Хорошо, когда эти договоры где-то у нас там регистрируются. Есть хотя бы какая-то гарантия контроля. Когда недвижимость дается в аренду просто так, это чревато определенными последствиями. Вот один единственный пример, я вам сейчас приведу. Но вот он такой вот, к сожалению, пошел уже пример такой массовый. Не только вот у нас в области, да, но он уже идет по стране. Значит, у нас в области конкретный пример. Например, молодой человек сдал квартиру, и через два месяца он узнал о том, что квартира ему не принадлежит. Просто не принадлежит. Как это делается? Молодой человек, ну, он был, естественно, да, из определенной там бригады мошенников. Подделали документы и квартиру продали очень быстро. Очень быстро. А у нас же сейчас регистрация происходит, да, в электронном виде. У нас не надо стоять в очередях, в Росреестр, не надо получать вот эти вот документы. Да, у нас все в электронном виде. А еще проще у нас делается через нотариуса. Так вот, если нотариус недобросовестный, а в этой схеме участвовал и нотариус, эти квартиры очень быстренько регистрировались через нотариуса, регистрировалась недвижимость. Квартира была продана, и продана она за это время была целых три раза. Вы представляете, какое количество судебных разбирательств молодому мальчику-студенту предстоит пережить, да, для того, чтобы вернуть свою недвижимость. Договор, естественно, с дачи в аренду не был заключен в этом случае. Дальше еще у нас такой вот момент, который я хотела бы сказать в плане недвижимости. Сейчас вот у нас льготная ипотека и различные бонусы от государства, да, у нас люди бросились покупать недвижимость. Мошенники, естественно, этот тренд тут же подхватили. Подхватили они его каким образом? В основном это идет обман, когда машинники берут задаток. Они берут небольшой задаток, но стабильный регулярный доход себе обеспечивают. То есть изначально здесь вот тоже такой вот момент, я хочу подчеркнуть вот этот момент изначально, Мария. Люди тоже пытаются сэкономить, говорят, ну что я дурак, там не разберусь в этих документах, да, проверку там какую-то. У нас все грамотные, все в интернете что-то вычитали и стараются, значит, не связываться с агентствами недвижимости, да, не заключают с ними договор, а напрямую. Продавец, покупатель общаются напрямую. Я понимаю, что агентства недвижимости зачастую берут достаточно приличные деньги. Бывает там сумма там 4% от стоимости недвижимости, но это приличные деньги. Ну при всем при этом у нас получается, что нет никакой защиты, да, никто у нас, нельзя найти ответственное лицо. То есть человек сам по себе виноват. Что происходит? Человеку показывают документы на объект недвижимости, и вроде как бы они хорошие эти документы, вот все в них правильно, замечательно. Там нет никаких наследников там третьего толка, понимаете? Там нет никаких там детей прописанных, там нет никакого материнского капитала, вроде все красиво, замечательно. Стороны между собой заключают договор, да, на аванс, причем аванс, вот даже это не аванс, это задаток. Это именно задаток, тот задаток, который у нас бывает невозвратный. Заключают они между собой договор, продавец как бы тире мошенник забирает этот задаток, и тут же замечательно он исчезает. Либо он исчезает, либо он делает таким образом, чтобы покупатель сам отказался от покупки этой недвижимости. Понимаете в чем дело? А задаток-то у нас с вами невозвратный. А как человек может отказаться от покупки недвижимости? После того, как он подписал этот замечательный договор и внес задаток, появляются всякие обременительные условия. То есть, либо земля, не то у нее разрешенное использование, да, тут же находятся и наследники третьей очереди, тут же находятся дети обделенные, да, то есть в покупку этой квартиры был вложен мат-капитал, не выделили ребеночку там доля, и пошло, и пошло. А в начале вот этого не видно, и никак человек не может вот это все проверить, и, знаете, это все, к сожалению, достоверно. И вот этих случаев мы фиксируем в последнее время очень-очень много. Вот такие вот дела. Поэтому лучше обращаться все-таки к специалистам, все, что касается таких серьезных вопросов. Да, Мария, я советую всегда обращаться к специалисту. Да, вы там заплатите какую-то сумму денег, да, но договоритесь с тем, который вам посредством, да, специалист. Ну, договоритесь, но какая-то проверка все равно определенная должна быть, да. То есть агентство недвижимости, все-таки они проверяют то, чем они занимаются, зачем им платить штрафы, зачем им участвовать в судах. Но вот, к сожалению, люди попадаются. Люди попадаются, мне их очень жаль. И лучше, наверное, заплатить агентству, да, чем потерять какую-то вот крупную сумму. Ну, я считаю, вот так. Мы уже немножечко касались вопроса обращения с банковскими картами. Здесь просто... Ой, касались, касались. Касались, да, Мария. Вот это то, о чем я... Такое поле для деятельности. Поле для деятельности широчайшее. Вот здесь как раз тот самый момент, о котором я вам говорила. То есть у нас мошенники в этом году вернулись к тем самым схемам, которые у нас действовали 10 лет назад. Схемы настолько простые, настолько вот они примитивные, да смешного. Но, к сожалению, люди на эти схемы опять-таки попадаются. В связи с чем вот у нас... Я говорила, да, вот я всегда наших уважаемых телезрителей предупреждаю о том, что мошенники никогда ни от чего не отказываются. И они никогда ничего не забывают. Все новое – это хорошо забытое старое. То есть какая-то схема надоела людям, да? Они уже к ней привыкли, мошенники ее отложили. Вот, представляете, на 10 лет отложили. И раз – она опять появилась. В связи с чем она появилась? Она появилась в связи с тем, что, во-первых, у нас открывается очень много сейчас виртуальных карт. Очень много виртуальных карт. Это карты с небольшим сроком действия. Как бы их легко и просто сделать. Да, вот, насколько я знаю по статистике, в Сбербанке у нас сейчас таких карт 10%. В ВТБ, по-моему, 15%. Но к 2025 году говорят, что их будет до 40%. Все эти поле деятельности как увеличивается. Замечательно. Вот это раз. А два, в связи с тем, что у нас ограничительные меры, да, в связи с пандемией коронавируса, у нас, естественно, люди стали совершать больше покупок через интернет. Онлайн-покупки. Здесь все очень просто. Здесь все очень просто. То есть мошенники, зная данные человека, там, фамилию, имя, да, любые данные с карты. Вот они знают там номер карты. Они пытаются подобрать код у нас CVV, да, и срок действия этой карты. Это подбирается, это примитивно. Я сейчас вам расскажу. Значит, открывается сразу страничка многих-многих интернет-магазинов. И сразу хочу сказать зрителям, что это магазины нормальные, легальные, хорошие магазины. Вот изначально это легальный магазин. Но мошенникам как-то надо подобрать вот этот вот код. Они начинают вот с трех нулей до трех девяток. Сидят и примитивно подбирают. И как только в каком-либо из магазинов, да, прошел платеж, все, карточка заработала. Отлично. А списывают они маленькие суммы, чтобы не владелец, да, ни банк не обратили внимания. Там списали там 100 рублей или 500 рублей. Ну и ладно. Кто там будет выяснять сразу быстро? Нет. А вот после того, как карточка уже автоматизировалась, они поняли, что она работает. Вот тогда идет списание через уже мошеннический интернет-магазин. Они совершают покупки. И якобы продавец им предоставляет дальнейшим товары. Но на самом деле это не так. Это идет просто списание денежных средств. И сейчас у нас, к сожалению, да, об этом говорят и крупные финансовые организации. У нас в Даркнете происходит торговля базами данных. И вот мошенники покупают эти базы данных и тоже, опять-таки, для того, чтобы проверить, работает эта карточка или нет, действительно или нет, через те же самые интернет-магазины, официальные, легальные, они вот так же эту карточку пробивают. А в связи с тем, что у нас пандемия, многие финансовые организации, они как бы упростили нам с вами жизнь, да, уже нет такого активного контроля за вот этим кодом CVV. Ну, ваши рекомендации какие, Ирина Анатольевна? Мы все прекрасно понимаем, что отказаться от онлайн-платежей и переводов мы, наверное, со стопроцентностью не сможем. Это действительно удобно, это комфортно, и все уже привыкли. Но, тем не менее, вот как себя обезопасить вот в этом пространстве? Надо быть поаккуратнее. Я всегда говорила, Мария, во-первых, мы с вами только что говорили, не хранить свои данные в телефоне никогда. Вот просто никакие, ни паспорт, ни карточку. Не крутить своей карточкой на кассах, да, на кассах, магазинах. У нас вот люди любят вот махать вот этой карточкой. Обязательно кто-то стоит и читает данные с этой карточки. Я же вам говорю, достаточно фамилии и имя прочитали, а дальше уже через базы данных пробивают, что вот у такого-то человека, вот такого-то банка рабочая карточка. Все, им больше ничего не нужно. А CVV они подбирают. То есть надо быть самим осмотрительными. На 99% всегда то, что с нами случается, оно зависит, к сожалению, именно от нас. Звонки мошенников под видом, сотрудников силовых ведомств. Тоже еще одна большая тема. И очень серьезная. И этих звонков, к сожалению, становится все больше. Да, к сожалению, Мария, все больше. Эти звонки, они основаны на нашей человеческой психологии. То есть мы с вами даже когда правы, мы все равно, когда видим некоторые из нас, сотрудников правоохранительных органов, мы вспоминаем, а что же мы с вами сделали неправильно в этой жизни по большому счету. Вот на этом и основаны эти звонки. Да, к сожалению, вот наша с вами последняя статистика, что в апреле 2021 года мошенники в 4 раза больше стали звонить, представляясь сотрудниками МВД, сотрудниками госструктур и сотрудниками Центрального банка Российской Федерации. То есть в апреле 2020 года такого не было. Это пошло вот именно сейчас. Это действительно основано именно на том, что человек, которому звонят, да, но у нас в принципе психология такая, особенно вот у пожилых людей, да, что звонят сотрудники правоохранительных органов, с ними надо сотрудничать. Там в дверь звонят, по телефону звонят. Это же сотрудники, это же милиция. Понимаете, в чем дело? Ну, соответственно, мошенники этим и пользуются. Они звонят людям и тут же начинают, если они чувствуют, да, что человек как бы каким-то образом среагировал, они тут же начинают человека запугивать тем, что он отказывается сотрудничать с представителями правоохранительных органов. Тут же называют какие-то определенные статьи. Они бывают очень напористые, они бывают очень убедительные. Они используют соответствующие профессиональные термины, соответственно, люди пугаются. Мошенникам это идет на руку. И в дальнейшем то, что произойдет с этим человеком, зависит именно от умения мошенника. Сколько он из этого человека, да, Мария, к сожалению, вытащит информации. Вот, еще, значит, смотрите, на конкретный вот такой пример я хотела привести, да, что мошенники звонят людям под видом полицейских, которые расследуют утечку определенных данных. Вот определенный случай представитель вашей профессии, журналисту, да, который, как бы, как бы в этой теме несколько ориентируется. Вот ему позвонили мошенники. Позвонили мошенники и сказали, что по его нотариально заверенной доверенности где-то там, где-то там какое-то вот хищение происходит денежных средств банковской карточки. Вернее, оно должно было произойти, но они его предотвратили. И вот для того, чтобы, да, теперь вот не пошли вот эти хищения дальше, дальше не пошли. Вот назовите нам, пожалуйста, а в каких банках вы еще обслуживаете, да, и по большому счету дайте нам ключи от дома, где деньги лежат. Но человек был умный и грамотный, он, естественно, на это не среагировал. А вот так вот позвонят пожилому человеку, да, он тут же начнет... Сдаст все явки пароли. Сдаст все явки пароли, к сожалению, да. К сожалению, да. И смотрите, я вот просто, у меня тут немножечко цифры записаны. По статистике нашей полиции, да, наших правоохранительных органов, вот в прошлом году у нас было 15 миллионов вот подобных мошеннических звонков. Вот в этом году прогноз, только прогноз на этот год, это 19 миллионов. Это прогноз. Но по статистике апреля, по сравнению с предыдущим, прогноз превышает вот предыдущую статистику уже в 4 раза. Понимаете, в чем дело? Я вам хотела сказать вот по поводу сотрудников правоохранительных органов. Раз уж мы с вами стали говорить, я хочу дать совет нашим телезрителям, да. Как вот можно этого мошенника разоблачить? Ну, звонит вам сотрудник правоохранительных органов. Ну, вы спросите, чтобы он представился. Там фамилия, имя, отчество. Мы об этом уже говорили. Вот давайте вот повторим прозвенное. Должность, звание, где он сидит, адрес расположения его организации, номер кабинета и так далее. Если это официальный сотрудник правоохранительных органов, ну, чего ему скрывать? Он, естественно, это все скажет. Обычно, вот когда люди начинают задавать такие вопросы, мошенники сразу же отключаются. Если мошенники все-таки не отключаются, они начнут вам что-то рассказывать, что быстро-быстро вот надо решать этот вопрос, да, быстро надо собрать эту информацию. Ну, попросите у них, чтобы они вам прислали повестку. Они же вам звонят, да, они знают ваш адрес. Пусть они вам пришлют официальную повестку, в которой будет написано адрес организации и номер кабинета, и время, когда явиться. Понимаете, в чем дело? Вот, пожалуйста. То есть какие-то вот минимальные способы, по которым мы можем этих мошенников разоблачить. Нужно быть более внимательным. Нужно быть более внимательным. Вот от меня такой вот совет телезрителям. Если говорить о мошеннических схемах под видом финансовых организаций. Тоже у нас такая вот тема сейчас пошла прямо в массы, так скажем. Тема пошла в массы. Что делают мошенники? Опять-таки за счет того, что мы сейчас во многом перешли в онлайн, перешли на дистанционку, меняются какие-то определенные у нас и условия по тем же самым банковским вкладам. У нас постоянно что-то происходит. Но это зависит не от нас, это зависит от окружающей нас обстановки. Мошенники эту тему тут же подхватили. Что они делают? Они делают рассылку нашим гражданам. Они делают эту рассылку как в СМС-сообщениях, так и посредством электронной почты. Говорят, что вот есть вот такая вот замечательная акция вот в банке, где вы обслуживаетесь. Но, к сожалению, мы не успели еще эту акцию разместить на сайте. Ну, не успели разместить ее на сайте. Поэтому, да. Поэтому, если вы хотите вот в этой акции поучаствовать, то давайте вот мы сейчас вам пришлем там ссылочку. Вы пройдете про этой ссылочки, и придет вам код подтверждения, и как бы вы в этой акции поучаствовать. Акция следующего порядка, что вы можете повысить проценты по вашему банковскому вкладу. Но кто же от этого откажется? Правильно? Очень многие люди не отказываются. И тем более, вроде как бы все официально. И вроде бы на сайте банка. И вроде приходит СМС-подтверждение. И, кстати, я вам хочу сказать, что вот с прошлого года интерес мошенников очень здорово сместился с банковских карт, именно на считай депозиты, где у граждан хранятся большее количество денежных средств. Поэтому мошенники действуют по отработанной схеме. Они присылают ссылочку. Замечательные люди, наши граждане, которые хотят процент побольше, переходят по этой ссылочке. Попадают они на сайт, идентичный своему банковскому. Там они вводят всю информацию о себе. И мошенники замечательно списывают денежные средства с их банковских счетов, банковских карт и так далее. Вот схема очень простая. Ирина Анатольевна, в завершении нашего интервью вот прям коротко, несколько советов, как все-таки отразить напор мошенников и не попасться на удочку ни при каких условиях. Вы знаете, Мария, я вот для себя сделала вот такую вот небольшую пометочку, да, небольшую пометочку. Был такой разговор с человеком, с психологом, с профессиональным психологом. И вот он пытался как бы объяснить, он ведет различные тренинги, да, для сотрудников финансов организации. Он пытался объяснить, как вот можно выявить вот этого мошенника. Я, конечно, гражданам скажу, и я надеюсь, что они меня услышат. То есть вот если в процессе беседы, находящейся на противоположном конце провода телефонного, да, вот пытается каким-то образом сконцентрировать ваше внимание на своем голосе, это уже есть момент манипуляции. Потому что это уже идет речь о гипнозе. Идет речь о гипнозе, то есть человек уже, у него происходит уже узкая концентрация внимания. Он концентрируется на этом голосе, а дальше с ним можно делать что угодно. Я вообще всегда даю совет. Вот этот совет я точно знаю, что вы знаете, да, когда вам звонят, когда вам звонят, и вроде как бы вас эта тема заинтересовала, но вы сомневаетесь звонившим. Что нам с вами нужно сделать, Мария? Ну вот вы точно знаете, что... Пложить трубку. Пложить трубку, совершенно верно. Отключиться и потом дальше перезвонить самому, правильно? А звоним мы по тому телефону, который у нас написан на официальном сайте организации, которым мы пользуемся постоянно, и на нашей банковской карточке. Вот по этому телефону мы звоним сами. Когда звоним мы, тогда мы попадаем именно в ту организацию, в которую нужно. И хочу вам сказать, кстати, система работы мошенников, она очень хорошо организована, не хуже, чем у нас с вами. У них существуют вот эти мошеннические колл-центры, где они приходят на работу к 10 часам утра, где у них бывают и обеды, и перерывы, и праздники, и отпуски. Все то же самое, все то же самое, только их деятельность не соответствует действующему законодательству Российской Федерации. Но нам с вами тоже надо быть осторожнее. Быть осторожными, внимательными и не попадаться на удочку мошенников. Совершенно верно. Спасибо, Ирина Анатольевна, за ваши советы. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.